В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Елена Семеновичева. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. В арктической части Российской Федерации будут созданы так называемые опорные зоны. Об этом гласит обновленная версия госпрограммы развития Арктики. Предполагается, что опорные зоны будут создаваться отдельными решениями правительства, которые будут предусматривать перечень мероприятий и приоритетных проектов. Например, по созданию промышленной, транспортной, социальной или коммунальной инфраструктуры. Задачи таких зон Минэкономики видят в развитии транспортного потенциала Северного морского пути и наращивании экспорта транспортных услуг на базе круглогодичных морских и речных хабов. Предполагается выделить в каждом субъекте Арктики по одной опорной зоне, в том числе и в Ненецком округе. Каждая зона будет иметь свою специфику для более точечного направления средств из бюджета. Но общим будет то, что федеральный центр будет оказывать значительную финансовую поддержку развитию инфраструктуры. Напомню, программа рассчитана до 2020 года и включает в себя семь подпрограмм, которые содержат материалы о развитии судоходства, ледокольного флота, снегоходной и балотоходной техники и другие моменты. Однако там нет упоминаний, например, о развитии малой авиации, на которой держатся северные территории. И это только один момент. Поэтому депутаты Госдумы признали арктическую программу сырой и не отвечающей реалии, отправив ее на доработку. По словам депутата Госдумы от Ненецкого округа Сергея Коткина, предоставленный на рассмотрение комитета документ получился некорректным, декларированным и со слабой социальной составляющей, не защищающей людей, живущих и работающих в Арктике. Каким в идеале должен быть закон о развитии арктической зоны, парламентарий рассказал в программе «Актуальное интервью». Первое впечатление – это то, что писали ее, но не в тишине московских кабинетов, потому что тишина тут безмолвная в Арктике, а там в шумных московских кабинетах ее писали. И она, конечно, не отряжает реалии тех проблем, которые имеют место в Арктике. К примеру, несколько буквально фактов. Это много говорится о развитии ледокольного флота, говорится о болотной технике даже проходимой, что нужно развивать, экология, все, но абсолютно нет развития малой авиации. То, что у нас большая проблема в целом. Мы единственные наши, это Наринмарские предприятия, которые эксплуатируют самолеты Ан-2 и ТВС, которые сейчас закупили два, и второе – Арктическое предприятие. Все остальные арктические территории возят пассажиров вертолетами. Сегодня замены самолету Ан-2 практически нет. И наработок в этом плане у нас ТВС хвалит. Неплохой самолет, по крайней мере, сколько мы работаем, действительно, плюс. Но если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты, по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. А отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолетного вертолета парка. Не только у нас, в целом по Российской Федерации, по Арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти окружной и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. Но, тем не менее, нефтяные компании, Роснефть, Лукоил, ну, Лукоил, а свой пак, Роснефть ставит условия. Срок эксплуатации вертолета должен быть, условно говоря, не более 5 лет. Все. В результате мы отпадаем, мы неконкурентно способны, выходит ЮТР, фирма уже. То есть, все это логично понятно. В целом, серьезнейшая проблема, которую нужно решать. В этой программе ни слова, они абсолютно нет. Есть там раздел по органам полиции, о том обеспечении безопасности в целом практически территории. Но ничего не сказано о транспортной прокуратуре, не о транспортной прокуратуре, а об экологической прокуратуре. С точки зрения защиты экологии, прокурорские реагирования. Вот здесь наш прокурор, Николай Валентинович, эту проблему ставит перед генеральной прокуратурой, о том, что эта прокуратура должна быть арктическая. Проблем очень много. Я уже не говорю о рыбодобыче, которая у нас постоянно проблема. Я уже не говорю об охоте. Вот эти все моменты, которые нам нужно решать. Я уже не говорю о изменении вводных кодекс, которые нам нужно делать. Мы получим предложение здесь территории, будем вносить свои предложения и добиваться того, чтобы, я думаю, меня коллеги, все депутаты арктических территорий безусловно меня поддержат. Безусловно поддержат, потому что ее нужно дорабатывать и дорабатывать очень основательно. Российское правительство намерено создать условия, позволяющие инвалидам дать возможность найти нормальную работу, получать за эту работу справедливую зарплату, достигать профессиональных успехов. И что самое важное, жить полной жизнью, чувствовать себя нужными и самодостаточными. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. На 1 января текущего года в России проживает порядка 3,7 миллионов инвалидов судоспособного возраста. Это 30% от общего числа инвалидов. Из них работает только четверть, то есть около миллиона человек. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины лиц с инвалидностью трудоспособного возраста. Чтобы снизить остроту проблемы, уже приняты ряд мер. Неплохой опыт накоплен в регионах, отметил глава Кабмина. В результате уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья вырос за последние несколько лет почти до 40%. Прежде всего для организации устанавливаются квоты на прием инвалидов, что значительно увеличивает их шанс найти работу. По этому показателю Нейнский округ по итогам прошлого года стал третьим по северо-западному федеральному округу и девятым по стране. Так, в конце 2016 года в Нейнском округе обеспеченной работой были 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали Нейнский округ в этом вопросе только субъекты с самыми масштабными рынками труда в СЗФО – Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Нейнский округ находится на третьем месте в стране после Байконура и Чукотки. Но помимо обязательств по устройству на работу инвалидов у работодателей есть и привилегии. Предприятие, которое устраивает у себя людей с ограниченными возможностями, получает материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и за оборудование специальных рабочих мест. Эта компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида составляет 90 030 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас оснащено 5 рабочих мест для инвалида, и работодатели получили эту компенсацию. И еще 3 работодателя дооснастили рабочее место инвалида. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В целом в России большая работа была проделана для того, чтобы обустроить для инвалидов специальные рабочие места. За период с 2012 по 2015 год создано приблизительно 44 тысячи таких мест. С федерального бюджета на это выделялись довольно значительные средства. Кроме того, правительство приняло специальный план по сопровождению инвалидов молодого возраста. Для нас очень важно, чтобы качественное профессиональное образование получали детишки инвалиды стишки с УВС. Потому что это главное, на мой взгляд, условие их успешной социализации и полноценного участия в жизни нашего общества. В этом году начал функционировать федеральный реестр инвалидов. С помощью него инвалиды могут получить информацию по своей программе реабилитации, видеть, какие социальные выплаты и пенсии им назначены. Эта система также позволяет выявлять тех, кто при устройстве на работу столкнулся с трудностями и, соответственно, им помогать. Ведь зачастую бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают в трудоустройстве без объяснения причин. На этот счет у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приеме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учетом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики — это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определенной специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. Несмотря на все сделанное, остается еще немало вопросов. Как отметил глава Кабмина Дмитрий Медведев, во-первых, нужно совершенствовать сам механизм квотирования, стимулировать работодателей к тому, чтобы они принимали на работу людей с ограничениями по здоровью. Во-вторых, многим людям с ограничениями по здоровью требуется помощь как в поиске работы, так и в том, чтобы адаптироваться на рабочем месте. В-третьих, необходимо принять дополнительные меры, чтобы в этом году трудоустраивать большее количество выпускников с инвалидностью. Предложение по дальнейшим шагам в этой сфере есть и у Минтруда, в том числе разработать меры по повышению уровня занятости инвалидов на период с 2017 по 2020 годы. Мария Владимирова, Елена Семенчева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ниневском округе улучшается доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Члены регионального отделения Всероссийского общества инвалидов осмотрели еще один новый пандус. Его установили в поликлинике Заполярного района в декабре 2016 года. Пандус уже функционирует, однако активисты общественной организации выявили несколько нарушений. Осмотр нового пандуса начался с проверки качества конструкции и соответствия стандартам. Он, конечно, хороший, двухуровневый, круглый, значит, все на обхват руки хорошо, но мы видим, что он вообще не почищен, коляской здесь не подъехать, если инвалид приедет без помощи, без сопровождающего. Ну и самое важное – козырек. Вот у нас зимние периоды, это где все падает, да, это может быть такое опасное, в общем-то. К слову, пандус уже пострадал из-за неудачного расположения. Когда чистили крышу поликлиники, глыба льда упала на конструкцию, теперь она неустойчива и шатается. Дальше – проверка звонка и входа в поликлинику. Звонок работает, дверь открывает работник гардероба, но на пороге – препятствие для колясочника. Вот видите, вот это препятствие, во всяком случае тут. Тут все открылись. Наверное, что у меня, может быть, где-то. Вот так. Вот то, что, конечно, сделано. Затем гости идут в туалетную комнату для особой категории пациентов. О том, что она существует, можно только догадываться. Председатель общества инвалидов настоятельно просит повесить информационный указатель. Кроме того, есть некоторые недочеты в оснащении. Здесь обязательно должна быть кнопка вызова. Он вызывает. Ну вот, зажжу в туалет, а ему сделают. Это обязательно. Обязательно. Осмотрели гости и лестницу на второй этаж. По словам члена правления общественной организации, для удобства необходимо установить вторые поручни и обозначить ступени ярким цветом. Она не должна быть полностью прокрашена, а узкая такая полосочка должна быть. Или ярко-желтая, или белого цвета. Первая и последняя. То есть, это опять для удобства. И не только слабовидящих людей, но и всех остальных. В конце встречи начальник хозяйственного отдела поликлиники и сотрудники БДД договорились об установке дорожного знака. Без парковки для инвалидов пациентам будет сложно добраться до пандуса. В целом, активисты общественной организации положительно оценили новое сооружение. Для Ненецкого округа, где доступная среда только формируется, каждый пандус – удача. Поликлиника построила пандус на собственные средства. Это чуть больше 2 миллионов 300 тысяч рублей. В 2017 году оснастить пандусами планируют все детские сады в районе Наринмара и поселка Искателей, а также школы номер 1, 4 и 5. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета. Пешеходные зоны, расположенные в Наринмаре и поселке Искателей, оградят от свободного въезда на них транспортных средств. Губернатор округа Игорь Кошин поручил заместителю начальника окружной полиции Александру Агрысько направить главу муниципальных образований соответствующее представление. Поводом для такого решения послужило дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 4 марта на пешеходной зоне по улице Смедовича. По данному факту проводится проверка. Известно, что снегоход Тайга не был зарегистрирован, а сам водитель не имеет прав на управление данным видом транспорта. Жители округа обеспокоены произошедшим и предлагают оградить Арбат бетонными блоками, чтобы перекрыть доступ на пешеходную зону подобным гонщикам. Власти региона также говорят о необходимости принятия мер для защиты пешеходных зон от свободного въезда на них транспортных средств. Соответствующее поручение озвучил губернатор округа. По поводу этого последнего инцидента, посмотрите по городу плюс поселок искателей 90-й пешеходной зоны и в адрес глав муниципальных образований представление выдайте. Со своими предложениями, что должны построить там, сегодня есть масса декоративных заградительных блоков, сегодня достаточно посмотреть, как живет Москва, Санкт-Петербург, другие города. Все эти проблемы там давно уже решены. Хорошо? Прямо по всему перечню предложения выдайте в адрес. Избежать подобных случаев, наверное, возможно, если прохожие, заметив гонщика на пешеходной зоне, незамедлительно сообщат о данном факте в дежурную часть полиции. И если горе водители, наконец-то перестанут садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ведь от их пьяного и безудержного героизма может зависеть чья-то жизнь. Получить детские смеси, каши, молоко и бифидок в скором будущем можно будет только по электронным социальным картам. Пилотный проект по их использованию стартует в Наринмаре и поселке Искатели с 1 апреля. Родителям, имеющим право на бесплатное детское питание, получив такую карту, уже не нужно будет ежемесячно ходить к врачу за рецептом. Льготные рецепты на детское питание будут выдаваться сроком на полгода. Инициаторы проекта утверждают, внедрение электронной системы будет удобно всем участникам этого процесса. О плюсах новшества о том, как и где получить электронную карту, представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения рассказали на брифинге журналистам местных СМИ. Вот так выглядит электронная социальная карта «Мир.Нао» – результат совместного проекта администрации региона и Ненецкого информационно-аналитического центра. Такая карта будет подтверждать право любого жителя округа на получение полагающихся ему мер социальной поддержки. В перспективе всех мер, которые предоставляются за счет окружного бюджета. Но пока проект находится в пилотной стадии. Право первыми воспользоваться электронным новшеством выпало родителям, имеющим льготное право на получение бесплатного питания детям до трех лет. По словам Сергея Свиридова, электронная социальная карта облегчит жизнь мамам и папам. Первое прощение – это сокращение количества походов для получения рецептов. То есть сейчас их нужно получать каждый месяц, подтверждая свое право. С момента получения карты это надо будет делать раз в полгода. Это первый момент, который облегчает существенно решение этого вопроса. Дальше мы планируем, что они по межведу будут передаваться непосредственно в адресную социальную помощь информационную систему. Соответственно, получая рецепт, даже потом не надо будет повторно приходить в МФЦ. Этот вопрос сейчас технически прорабатывается. Если две системы будут взаимодействовать, то именно будет в последующем так. Внедрение электронной системы учета льгот исключит бюрократическую волокиту. Обладатели карт освободятся от необходимости подтверждать свое право на социальную помощь дополнительными справками и документами. Инициаторы проекта утверждают, с внедрением электронных карт порядок выдачи питания не изменится. Также, как и сегодня, предъявив электронную карту в аптеках Нинецкой фармации, можно будет получить молочные и кисломолочные смеси, безмолочная каша, сухую молочную смесь для недоношенных и маловесных детей, а также специализированную смесь для питания малышей с непереносимостью лактозы. Рецепт на них будет выдаваться на полгода. Если питание не подойдет вашему малышу, педиатр выпишет другой рецепт. Этот вариант мы тоже обговаривали, они смогут поменять на то, что необходимо. Потому что питание выдается также не на месяц, не выдается на полгода сразу. То есть, если рецепт будет у вас на полгода, получить питание по карте, сейчас у нас по контракту отпускает Нинецкая фармация, смогут получить только в месяц. Кроме Нинецкой фармации, детское питание отпускают в Вите. Ежедневный молочный набор на каждого ребенка составляет 200 мл детского молока и 200 мл кефира в день. Порядок выдачи в Вите также не изменится. Раз в два дня. Потому что по контракту, который заключается, срок годности предусмотрен не более трех дней. Соответственно, как и сегодня, так и по социальной карте накопления не предусмотрены по порядку. И можно только получать продукцию за два дня. Таким образом, внедрение электронной системы исключит возможность накопления. И единоразово получить детское питание, к примеру, за неделю уже не получится. По прошествии двух дней система будет обнулять люботу. По словам Сергея Хабарова, руководителя молочного предприятия, электронная система будет удобной и родителям, и работникам магазинов фирменной сети. Более оперативно будет и более доступно будет. И потом не надо бумажную процедуру ввести в эти карточки, что неудобно сегодня в сети. То оборудование, которое необходимо для того, чтобы с этими картами работать, мы уже закупили, уже установили. Неатс будет нам сопровождать. Мы с ними не имеем договорные отношения. Значит, у нас три точки в искателях. Магазин номер 2 в Кажготе и магазин номер 1, где мы сейчас с вами находимся. Электронная карта именная, а значит, оформить ее могут только законные представители – мамы и папы, опекуны, попечители, приемные родители детей до трех лет. Есть два варианта, как оформить социальную карту – через МФЦ или региональный сайт госуслуг. В последнем случае получать ее в любом случае придется в многофункциональном центре. К заявлению необходимо приложить рецепт врача, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, а также фотографию заявителя. Если фотографии нет, ее сделают специалисты центра в день обращения. Карта будет готова через шесть дней. При утере повторный ее выпуск придется оплачивать. Напомню, сегодня проект «Электронная социальная карта» находится в пилотной стадии и пока реализуется только для родителей, имеющих право на бесплатное детское питание. Заявления на выдачу карты уже можно подавать. Действовать они начнут с 1 апреля. Сегодня льготами на получение питания для детей до трех лет за счет окружной казны пользуется порядка 1 тысячи человек. Социальная карта позволит реализовать принцип адресности предоставления соцподдержки. Кроме того, она поможет вести точный учет льготников и услуг, которые ими востребованы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С 1 марта 2017 года в аптеку только с рецептом в руках. Розравнадзор усилил контроль за соблюдением федерального законодательства в отношении отпуска лекарственных средств в аптеках. Ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, продиктовано обеспокоенностью врачей масштабами распространенности случаев самолечения. Нововведение широко обсуждается общественностью, но врачи уверяют, никаких неудобств это не вызовет. То, что ряд лекарственных средств можно приобрести исключительно по рецепту врача, ни для кого не новость. Порядок был утвержден еще в декабре 2005 года приказом Министерства здравоохранения России. А вот ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, мера скорее вынужденная. В последнее время люди все чаще предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь за квалифицированной помощью. Обращаются каждый день, инциденты, конечно, у нас происходят, это буквально каждый второй гражданин, и приходится отправлять таких людей для получения рецептов к врачу. Очень часто возмущаются, что в большие очереди очень сложно попасть. Поэтому проблематично получить рецепты. Чаще всего антибиотики, тем более сейчас такая ситуация, что люди очень часто болеют, и приходят, просят отпустить без рецептов, чего мы сделать, к сожалению, не можем. Также приходят с гормональными препаратами, и самое, наверное, на первом месте препараты – это от давления. Да, очень часто приходят пожилые и спрашивают именно препаратов от давления, которые тоже отпускаются по рецепту. Кажется, все очень удобно и практично. Не надо сидеть в очереди, ожидая приема у врача, да еще и реклама подливает масло в огонь, делая наш выбор более уверенным. Но часто в таких случаях мы не достигаем желаемого результата, и уже после проведенного самолечения приходится обращаться в медицинское учреждение. Вот тут-то и возникают серьезные проблемы. Самолечение, во-первых, оно опасно тем, что возможны побочные действия. То есть в зависимости от того, какой препарат, у них разные побочные действия. Это во-первых. А во-вторых, пациенты, если занимаются самолечением, потом в итоге приходят к нам с пневмонией тяжелой, дыхательной недостаточностью. Кроме того, по словам Светланы Николаевны, никакого ажиотажа и очередей в поликлинике нет. Если вы заболели и вам срочно нужен рецепт, но талончиков нет, вас в любом случае примут и выпишут все необходимые документы. Хочу сказать, все зависит, конечно, от докторов. Нас знают, что они в любое время, даже если записи нету, бывает, что прошляпили, лекарства заканчиваются, льготники. Они приходят, у нас вечерний прием, час последний, у нас выделяется для работы пациентов с больничными. То есть не всегда бывает все время занято. Они приходят к концу приема, всех принимаем, всем все выписываем. Под гриф только по рецепту попадают далеко не все препараты. Все, что на витринах аптек, в свободном доступе. А вот большинство обезболивающих таблеток, антибиотики, препараты от давления, сахарного диабета и другие препараты, необходимые для лечения хронических заболеваний, как и прежде, приобрести можно исключительно при наличии документа от доктора. Хотелось бы обратиться гражданам, которые приходят, может где-то обижаются, что им не идут навстречу. И я хочу им сказать, что это в их интересах в первую очередь. Потому что если где-то что-то болит, это значит, что-то не в порядке. Наверное, нужно сначала сходить к врачу, чтобы назначили лечение. Кроме того, настаивая на продаже лекарства без рецепта, покупатели подталкивают провизора на нарушение должностных обязанностей. А за это сотрудник и аптека могут заплатить серьезный штраф. С 1 января его размер значительно увеличен. К примеру, если за отпуск лекарств определенного ряда до 1 января штраф составлял от 1,5 до 3 тысяч рублей для фармацевта, то теперь он заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностное лицо теперь заплатит уже от 20 до 30 тысяч рублей против 5-10 тысяч рублей в прошлом. Юридические лица от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил отпуска лекарств у аптеки могут приостановить деятельность на срок до 90 суток. В настоящее время таких нарушений в окружных аптеках выявлено не было. Первые цветы, первый парный танец и первый взрослый макияж 8 марта для воспитанников детского дома превратилось в настоящий праздник под названием «В мире моды». Этот окружной конкурс парикмахерского мастерства проводится для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс позволяет будущим выпускникам определиться с профессией и попробовать свои силы в выбранном направлении. Умелые руки, расческа и несколько десятков различных баллончиков, приборов и инструментов – таков арсенал современного парикмахера, ведь мастер воплощает в жизнь любую задумку клиента. Прическу я назвал сам, но это вечерний стиль и ее название «Dangerous Woman». Делать ее было не так уж и сложно, но все равно было сложно закалывать. Донат – один из участников окружного конкурса парикмахерского мастерства в мире моды. Он, как и две его соперницы, накануне конкурса посетил мастер-классы «Овал лица, плотность волоса и особенности работы с инструментами». Все это участники узнали у профессионалов, которыми, возможно, им предстоит стать в будущем. Но пока у школьников есть возможность попробовать свои силы в искусстве парикмахерства. Когда ты уже сделал косичку и уже под конец, когда ты заделываешь этот пучок, было тяжеловато, потому что волосы выбиваются. И, кажется, волосинка не туда встала и все портится. Юных стилистов спешит успокоить и направить волнение в мирное русло руководитель студии «Красоты» Анна Сылка. Незаметно и деликатно помогает конкурсантам правильно завить локон, зафиксировать укладку. Наставница уверена – мастерство приходит с опытом. Для того, чтобы в профессиональном конкурсе участвовать, нужно тренироваться около двух месяцев. У них было на это всего три дня, они достойно с этим справились. Все модели довольны, все прически красивые. Прически выполняли в трех стилях – это модный образ, вечерний образ и деловой стиль. Может быть, эта профессия кому-то поможет определиться в жизненном пути, поможет достичь каких-то хороших результатов, целей. Надеемся дальше сотрудничать в этом направлении. Возможно, будут какие-то еще мероприятия, будем рады поучаствовать в них. После того, как последние штрихи были выполнены, образы моделей готовы, жюри приступило к обсуждению. После долгого совещания компетентная комиссия объявила итоги конкурса. Все участники и модели конкурса получили дипломы и памятные подарки – набору для красоты. Конкурс удался, действительно, и образы получились великолепные, потому что, действительно, здесь ведь не только прическа, здесь полностью образ. То есть, вот стиль ребята создали, и я очень горда тем, что действительно у них это получилось. Я думаю, что они сами вдохновились. Это, в принципе, уже работа стилиста, это не просто даже парикмахерское искусство. Но на этом уроки профориентации не закончились. Во Дворце культуры Арктика готовился мастер-класс по мейкапу. Каждой девочке необходимо владеть искусством красоты. Профессионалы показали девушкам основы дневного и праздничного макияжа. С праздничной прической, макияжем и в вечернем платье девушкам осталось пройти по подиумной дорожке. В Международный женский день сбываются мечты каждой. Получили свою долю внимания и мальчики. Они представили на подиуме одежду в деловом стиле. Мальчики в Международный женский день были по-особенному галантными. Специально к празднику подготовились к парному танцу. И пусть вели своих дам не так уверенно, танец получился по-настоящему трогательным. Это 8 марта. Для воспитанников детского дома запомнится надолго. Кто-то смог проявить творческие способности, а кто-то получил необыкновенное количество внимания и теплоты. Организаторов, спонсоров и всех неравнодушных людей. Ирина Нижалова, Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова